Приветствую, коллега, тебя на очередном уроке. Продолжаем говорить о личных приглашениях. В этом уроке я расскажу, как увеличить эффективность своей работы. Как сделать так, чтобы большее количество людей, приглашенных тобой на мероприятие, оставили свои контактные данные, захотели узнать больше, используя термины интернета, увеличить конверсию своих действий, сделать их более эффективными. Коллега, надеюсь, что ты внимательно смотрел уроки президента. И опять же, в третьем уроке президент говорит о приглашении в социальных сетях и говорит об основной проблеме социальных сетей. Это удержание внимания. Крайне сложно человека, которого ты пригласил на наш вебинарный сайт, удержать на нем. То есть может быть очень много именно и технических моментов. Что-то там у человека пошло не так. Сайт не загрузился, не отобразился. Либо он начал смотреть презентацию, и что-то его прям сразу же не зацепило. И он просто ушел. Крайне сложно в социальных сетях видеть реакцию человека. И вот именно из-за этих проблем конверсия приглашений, она ниже. Нам необходимо много людей приглашать на наш сайт, для того, чтобы получать результат. Ты можешь сказать, а зачем вы тогда вообще об этих сайтах рассказываете? Поймите, пожалуйста, что наша платформа – это первый шаг. Нельзя рассказать все и сразу. Если ты научился работать со ссылкой по самой простой схеме, отправлять человека на ресурсы, где он может получить нужную информацию, ты должен четко понимать, что вот этот метод работы, он очень просто автоматизируется. Эту ссылку можно доверить, распространять программе, либо какому-то сервису. И значительно увеличить количество переходов по твоей ссылке на наш сайт. Если у тебя есть ссылка на сайт, ты можешь запустить платную рекламу. Очень просто настраивается платная реклама, ведущая на твой персональный сайт. И этим самым ты также увеличиваешь количество людей. Для эффективности работы сайта, конечно, очень важной характеристикой является количество людей, которые на этот сайт переходят. Но как же нам сделать наши предложения более эффективными? Конечно, самый эффективный способ рекрутинга – это личная встреча. Когда ты видишь в глаза человека, эффективность от таких встреч значительно выше. Есть люди, которые 7 из 10 приглашенных могут подписать в компанию. Но у нас есть очень хороший промежуточный вариант, как сделать встречу практически реальной. Итак, коллега, если ты общаешься с человеком в социальной сети, то есть с помощью переписок, и ты видишь по ответам этого человека, по тем вопросам, которые он задает, что это однозначно заинтересованный человек, ты отправил ему ссылку на наш сайт, и он даже зашел и посмотрел запись вебинара или присутствовал в прямом эфире, задавал какие-то вопросы и продолжил даже общение с тобой. Как этого человека максимально замотивировать? Ты можешь этого человека пригласить не просто на прямой эфир, а принять участие в прямом эфире. То есть ты его можешь пригласить не на сайт, где он является просто зрителем, а именно в нашу Zoom-комнату, то есть где собираются сами спикеры, где собираются люди, которые задают вопросы. И именно в Zoom-комнату ты можешь пригласить своего человека, который еще не зарегистрирован в компании, но которому интересно, либо пригласить какого-то своего новичка, которого нужно мотивировать каким-то более активным действием, чтобы он пообщался с верхними спонсорами, с генеральным директором, с нашим. Это очень хорошая мотивация. Сейчас очень много компаний работают по такой схеме группового звонка. Многие это реализуют по очень простой схеме. В Skype даже приглашают новичков на групповые разговоры, где люди могут задавать именно вопросы голосом, то есть принимать участие в обсуждении. Наша Zoom-комната позволяет вместить в себя до 100 человек. Конечно, приглашая новичка в Zoom-комнату, ты должен прийти сам, потому что это твой приглашенный человек, ты за него ответственник. Как технически это делается, как это организовать? Конечно, от тебя потребуется больше работы, но эта работа однозначно принесет результат, потому что ты каждого человека обрабатываешь индивидуально. Итак, переписывались с человеком, он ответил на наше сообщение. Вы его можете либо вначале пригласить на наш сайт, либо можете сразу его приглашать в комнату Zoom. Здесь все зависит от именно конкретной ситуации, от конкретного человека. Так как прямые эфиры проходят у нас не каждый день, а в понедельник и в четверг, вам необходимо каким-то образом сохранять людей, которые дали согласие прийти именно на живой эфир и задать вопросы голосом. Что значит сохранять? Когда вы начнете активную работу в социальных сетях по переписке, у вас будет колоссальное количество сообщений. И искать человека, которому вы писали, и который ответил вам, что он придет вот в этом списке, конечно, крайне сложно. Поэтому я и говорю, что людей, которые согласились, необходимо сохранять. Я покажу вам простой способ, который вы можете использовать. Вот будем считать, что Николай согласился. Я перехожу прямо из личного сообщения на его страничку, копирую его имя и фамилия, потому что так проще вам будет ассоциировать этого человека при дальнейшем поиске. Открываю табличку Excel. Первый столбец. Копирую фамилию этого человека. Опять же, использую уже знакомые вам комбинации клавиш. А во вторую строчку копирую адрес его странички. Если у вас сохранен адрес страницы человека, вы всегда по этому адресу можете перейти и вернуться к диалогу с этим человеком, точно так же, как я это вам показывал в первом ролике. Нажав на кнопку написать сообщение и перейти к диалогу с Николаем. Вот, мы вернулись. И уже в день эфира, за час до эфира, а комнату в Zoom я создаю за час до эфира, могу это делать даже раньше, чтобы у вас было время пройтись по тем людям, которые сказали, да, я приду в ваши Excel таблицы, и отправить им уже ссылку на Zoom трансляцию. Ссылочку на комнату Zoom вы берете из наших командных чатов. Я ее раскидываю и в чате в Skype, и в чате в WhatsApp. Просто копируете вот это вот приглашение и отправляете человеку. Если человек никогда не подключался к комнате Zoom, то есть не умеет работать с Zoom, я рекомендую вначале поинтересоваться об этом. И если навыка нет, отправить ему ролик по подключению к комнате Zoom. Такие ролики у нас на канале есть, и они будут, ссылки на них вы найдете в техническом уроке, ссылки на нужные вам ресурсы этого тренинга. Нужно сделать все возможное, чтобы у человека не возникало проблем именно с подключением к комнате Zoom. То есть вы будете работать с людьми в два этапа. Первый этап это общение, сбор в Excel таблице, людей, которые хотят прийти на эфир. Вы можете сделать еще несколько полей, где писать, что там отправил приглашение, во втором поле там не пришел, или там перестал отвечать и так далее. То есть вот такая Excel таблица у вас будет такой как бы мини-СРМ. Конечно, когда вы будете приглашать людей десятками, все это можно спокойненько ввести в табличке Excel. Если вы уже перейдете на серьезные цифры по приглашениям, вам, конечно, потребуется какое-то средство автоматизации. И сейчас на рынке есть очень хорошее. Это Social SRM. Это плагин, который устанавливается практически в любую социальную сеть. И с помощью этого плагина вы людей, с которыми переписываетесь, можете сортировать. То есть у вас будет группа людей, которым вы просто отправили первое сообщение, группа людей, которые подтвердили, что придут. И вот благодаря такой сортировке, конечно, вам будет проще искать и не терять людей, которые сказали, что да, я приду. Потому что Excel таблица, это все-таки простой, но не очень эффективный вариант, когда уже количество людей, с которыми вы работаете, исчисляется сотня. Но это абсолютно бесплатно. Плагин Social SRM – это плат-плагин, но очень эффективный. Итак, схема, которая позволит увеличить эффективность ваших личных приглашений. Общаемся с людьми в социальных сетях, то есть первый этап. Получаем заинтересованного, адекватного человека и приглашаем этого человека в комнату Zoom. Комната у нас открывается, как я уже сказал заранее, могу ее открывать за час, за два, для того, чтобы у вас было время людей переводить в эту комнату. Человек будет подключаться к нашей комнате, будет видеть вот такую заставку, которую передает программа OBS Studio. Он может задавать вопросы голосом, потому что техподдержка сидит за компьютером и занимается именно техподдержкой. То есть человек будет реальным участником мероприятия. То есть это будет реальная живая встреча с квалифицированными людьми. А вы будете присутствовать, как человек, пригласивший на встречу. Вот такая схема групповых разговоров, живых обсуждений, в которых присутствуют и новички, и лидеры компании. Это очень эффективный способ, простой тоже способ для привлечения клиентов и, естественно, продаж, построения своей структуры. Наша схема командной работы, наш командный сайт очень легко и данную методику поддерживает. Пожалуйста, используйте его и увеличивайте эффективность своей работы. В рамках этого урока будет еще один урок о важности навыка личных приглашений. Пожалуйста, посмотрите его, будет очень полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!